Еще больше нового асфальта уложат до конца этого сезона. По решению областных властей, городу выделили дополнительные средства. 278 миллионов рублей пойдет на ремонт и содержание дорог в этом году. Состояние проезжей части и тротуаров региональные власти оценили как неудовлетворительное. В мэрии объясняют это хроническим недофинансированием. На содержание и ремонт дорог мегаполиса ежегодно направляют более 2,5 миллиардов рублей, а нужным гораздо больше. И это не про развитие, а про сохранение нормативного состояния. Улица Зыряновская одна из 85 участков, которые будут ремонтировать. Когда стартуют работы? Здесь работы планируют начать примерно в конце этого месяца, в июле. А какая технология ремонта будет применяться? Ну, скажем так, это текущий ремонт, то есть не капитальный. И будут выполнены работы по фрезерованию. То есть сначала фрезеруются, ямочный ремонт, вот эти крупные ямы все, и потом один слой покрытия. Один слой вот при таком текущем ремонте, он насколько долговечный? Какова гарантия? Гарантийный срок на данные работы составляет 2 года. Но фактически данная дорога послужит однозначно дольше, чем гарантийный срок. Достаточно быстро были определены участки для ремонта, как только выделили финансирование. То есть, получается, есть некий список для ремонта? Ну да, конечно. У нас проводится же диагностика состояния автомобильных дорог. И, в принципе, есть перечень состояния дорог города Новосибирска. И вот при появлении дополнительных лимитов, там, в несколько этапов этот план формируется. Отбираются как раз из перечня по диагностике наиболее разрушенные участки дорог. Причем вот этот план по текущему ремонту, он охватывает достаточно большое количество именно дорог районного значения, местного значения. Обследование дорог, о котором вы сказали, определяет все проблемные участки. И наверняка гораздо больше нуждается дорог в ремонте, чем вот сейчас 85 участков. Какой объем финансирования вообще необходим Новосибирску, чтобы все проезжие части привести в порядок? Так даже, наверное, сложно сказать, но, наверное, порядка 4-5 миллиардов рублей нужно вложить. Причем это мы сейчас говорим только про проезжую часть, не считая бортовые камни, тротуары, обустройство дороги, технические средства организации движения, только если для приведения в норматив проезжей части асфальтобетонного покрытия. Выделение денег, это еще не означает, что работы начнутся здесь и сейчас. Вот сколько времени нужно там на конкурсные процедуры, на определение подрядчика? Ну, на конкурсные процедуры уходит в среднем порядка 35 дней от публикации до заключения контракта. Ну, вот по этим объектам у нас уже торги проведены. В данный момент уже 9 объектов по работе. Это по Первомайскому и по Калининскому району. Ну, и в ближайшее время сейчас будут охватываться все остальные районы, и постепенно, планомерно работы будут выполняться. Подрядчики серьезные. Вероятнее всего, мы раньше эти работы завершим, чем 1 сентября. Продолжение следует...